Марат Анатольевич, скажите, пожалуйста, по Нежинской, 16, проводились работы по установлению причины обвала здания. И каким образом, если да, то, как говорится, кто виноват? Потому что мы помним замечание первого заместителя городского угла Кучука о том, что там самовольно произведились работы, которые могли повлечь за этим. Значит, было ли сделано заключение или куда оно направлено и какие меры примет Горсовет к порушникам, если такие будут установлены? В первую очередь по Нежинской, 16, вы видели все прекрасно, что когда была обнаружена эта трещина, в первую очередь городская власть сделала все возможное для того, чтобы максимально быстро отселить всех жителей с участка, где была трещина после того, как случился обвал. В первые же дни максимально сработали все службы, были абсолютно профессионально демонтированы все аварийные участки этого здания. Сегодня ведутся работы по уже восстановлению наружных стен. По техническому заключению, что послужило тому, что спровоцировало эту трещину и обвал, будет официально уже оглашено. У меня пока на руках этих документов нет. А кто этим занимается? По моей информации, это департамент городского хозяйства и ЖКС Портофранковский. Скорее всего, это может быть и архитектурная наша академия. Это специалисты, у которых сегодня есть лицензия, которые должны сделать свой профессиональный выставок. Вы как считаете, будет ли Горсовет уже потратил больше 500 тысяч на аварийно-ремонтные работы? Будет ли потом поставлен вопрос о возмещении, если будет нарушитель установлено, возмещение этих цитрат, которые принесет город на эти работы? Обязательно. Конечно, если это спровоцировано было одним из собственников квартир, которые делали там реконструкцию или уменьшение объема перегородок, и это спровоцировало этот обвал, конечно, город будет выступать в судебном решении, чтобы были возмещены все траты бюджетных средств. Спасибо. Спасибо.